Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 5 декабря вы смотрите еженедельный обзор самых значимых аграрных новостей. Квоту на экспорт зерна могут увеличить до 17,5 млн тонн. Сходы о зимах худшие за последние 7 лет. Масложировой союз России требует поднять пошлину теперь уже не только на подсолнечник, но и на сою. Подробнее об этом сегодня в нашем выпуске. Осенние полевые работы в России завершены, можно подводить первые итоги. В этом году у нас снова рекордный сев о зимах свыше 19 млн гектаров. Это на миллион гектаров или на 6% выше, чем в прошлом году. Вот так выглядит рейтинг регионов по севу. С большим отрывом, как вы видите, лидирует Ростовская область. В прошлом году рекордная площадь сево-озимых культур обусловила рекордный урожай пшеницы. Однако посеять не значит собрать, тем более в этом году. Например, аграрии Асгирского, Туркменского и Буденовского районов Ставропольского края всходов не получили совсем. Не лучше картины в других регионах России. На этой неделе Росгидромет сообщил, что 22% озимых всходов в очень плохом состоянии. Это еще Росгидромет не учел площади, где озимые вовсе не взошли. Таких полей у нас 2 млн 420 тыс. гектаров. Представьте, сколько средств сельхозпроизводителей было вложено, чтобы провести этот сев, купить семена, обработать их, купить ГСМ. Мы видим, что доля озимых в плохом состоянии самая высокая за период с 2013 года, сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В основном статистику подпортил юг России. Вместе с тем, процент посева в хорошем состоянии довольно высокий и, возможно, это сыграет на руку будущему урожаю. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка в следующем году Россия получит 78 млн тонн пшеницы. Это на 6 млн тонн ниже прогнозируемого в этом году урожая пшеницы. Агентство Савакон прогнозирует, что зиму могут не пережить. 9% озимых всходов. Это больше, чем в среднем за 5 лет. Наш типичный уровень 5%. Аграрии и трейдеры с тревогой ждут новостей, какими же будут ограничения на экспорт зерна в следующем году. Однако ничего конкретного сказать все еще невозможно. На этой неделе в прессе появилась информация, что Минсельхоз России может увеличить квоту на экспорт зерна до 17,5 млн тонн. Прежде Минсельхоз предлагал ввести квоту в размере 15 млн тонн. Кроме того, в ближайшее время агроведомству придется объяснить, на чьей же он стороне. На стороне экспортеров или на стороне внутренних потребителей зерна. Как мы сообщали в прошлом выпуске, несколько отраслевых ассоциаций обратились в Минсельхоз России с просьбой поднять пошлину на вывоз пшеницы. Сейчас она равна нулем. На этой неделе отреагировал Союз экспортеров зерна, куда входят крупнейшие трейдеры, торговый дом Риф, Астон, Глинкор и другие. Глава Союза экспортеров Эдуард Зернин обратился к тем же самым адресатам, премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Виктории Абрамченко, с просьбой пошлину не вводить. Он приводит два весомых аргумента. Во-первых, говорит, пошлина затронет финансовое положение сельхозпроизводителей, многие из которых и так страдают от последствий засухи. А во-вторых, ввод пошлины может привести к резкому росту котировок на мировом рынке. В результате базис, от которого формируются закупочные цены на зерно, будет гораздо выше текущих уровней, то есть закупочные цены не снизятся, предупредил Эдуард Зернин. Самое смешное, что все обсуждают эту квоту, эту пошлину на экспорт зерна, требуют ее поднимать, не поднимать, но никто не говорит, насколько же все-таки пошлину предполагается повысить. В комментариях вы спрашивали, как изменятся цены на пшеницу. К сожалению, у нас нет аналитической службы, как у Савэкона, Института конъюнктуры аграрного рынка или Росагротранса, поэтому перечислим только факты. На этой неделе на мировом рынке идет активная распродажа. На Чикагской бирже пшеница подешевела на 5%, кукуруза на 2%. 1 декабря состоялся очередной тендер египетской компании ГАСК. Этот тендер является для нас индикатором, показателем, как изменятся цены. Так вот, цены остались на прежнем уровне. Это 262 в среднем доллара за тонну пшеницы с протеином 12,5% на условиях ФОП глубоководные порты. Кроме того, мы видим, что не меняются пока цены и на Черном море в глубоководных портах. Платят за пшеницу с протеином 12,5% в районе 252-255 долларов за тонну. Динамику внутренних цен вы сейчас видите на таблице. Это данные Национального Союза зернопроизводителей. Глава Савэкона Андрей Сизов так прокомментировал текущие события. Проседание цены возможно, обвала цен пока не ждем и высока вероятность увидеть новый ценовой максимум в этом сезоне. Напомним, что прошлый пик цены был равен 260 долларам за тонну. На этой неделе Масложировой Союз России заявил о своем желании поднять пошлину не только на подсолнечник, но и на сою. С этим предложением он намерен обратиться в Минэкономразвития России. В настоящее время ставка на экспорт сои составляет 0%. Масложировой Союз уверен, что нужно ее установить на уровне не менее 20%, так как соя вместе с подсолнечником является востребованной внутри России культурой и вывозить ее на экспорт не следует. Действующие мощности позволят перерабатывать до 7 миллионов тонн сои, но такой урожай мы, конечно, не получаем. Наши растеневоды в этом году вырастили менее 4,5 миллиона тонн сои. Пошлину на сою масложировики аргументируют также, как и пошлину на подсолнечник. Подробный комментарий на этой неделе дал Евгений Воронов, директор компании Амур Агроцентр. Это крупнейший переработчик сои в России. Евгений Воронов написал, что вся государственная помощь у нас сконцентрирована в растеневодстве и рентабельность масличных культур поднялась выше 100%. При этом маслозаводы вынуждены работать либо в ноль, либо с отрицательной рентабельностью. Такое положение дел Евгений Воронов считает несправедливым. Он также замечает, что рынок масличных разбалансирован, поскольку у аграриев появилась возможность не сдавать всю продукцию сразу по предлагаемым ценам, а держать ее достаточно долго, продавать лишь минимум необходимые для удовлетворения своих потребностей, например, на закупку семян и ГСМ и ждать более высоких цен, либо вообще продавать масличные на экспорт. От продажи сои на экспорт государство ничего не получает, пишет Воронов. Каждые 100 тысяч тонн сои, проданной на экспорт, это как минимум потеря 1 миллиарда рублей регионального валового продукта. Евгений Воронов указывает, что пока существовала в России 20% вывозная пошлина на масличные, все крутилось, растеневоды ничего не ждали, продавали, переработчики перерабатывали. Сейчас же одним дали лишнее за счет того, что у других забрали необходимое. Справедливости ради нужно отметить, что соя в этом году стоит действительно очень дорого. По данным компании ProZerno в центральной части России, тонна сои торговалась по цене 38 840 рублей с НДС. И это на 1000 рублей больше, чем недели ранее. А в прошлом году, в эти же самые даты, соя стоила всего 22 тысячи рублей. Впрочем, директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько указывает, что если в России действительно введут пошлины, то это прежде всего ударит по Дальнему Востоку, потому что из центральной России соя и так в принципе не экспортируется. А вот Дальний Восток сделал себе на этом экономику за счет высокой потребности в сои у Китая. С 2021 года в России начнет действовать новая форма господдержки сельхозпроизводителей. Грант Агропрогресс. Эта мера поддержки предназначена для фермеров, которые работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей. Ими можно будет покрыть до 25% своих затрат на создание аграрного проекта. Что это может быть за проект? Строительство объекта по производству, хранению и переработке сельхозпродукции. Либо строительство животноводческого объекта. Фермы, птицы, фабрики, предприятия, аквакультуры. Подробности, на каких условиях будут выдаваться эти гранты пока неизвестны. Но как только мы увидим официальные документы, на нашем сайте agrobook.ru вы сможете прочесть инструктаж, как этот грант получить. Напомню также, что в 2019 году в России был учрежден похожий грант «Агростартап». Он предполагает выдачу фермерам, желающим открыть собственное хозяйство или увеличить производство до 3 миллионов рублей. Предполагается софинансирование на уровне 10 к 90. То есть 10% расходов фермер производит за счет собственных или заемных средств и 90% финансирует государство. А вот программа «Начинающий фермер», которая действовала очень много лет в нашей стране, со следующего года, будет завершена. В Минсельхозе России ее признали дублирующей программу «Агростартап». И они действительно были очень похожи. Еще одна хорошая возможность для тех, кто мечтает обновить свой парк сельхозтехники. Компания «Росагролизинг» объявила акцию «Раннее бронирование». В период с 1 до 31 декабря текущего года вы можете оформить заявку на понравившийся сельхозагрегат и купить его в следующем году по ценам текущего года. Авансовый платеж равен 0%. Допускается от срочка платежа по основному долгу до 1 сентября. Акция «Раннее бронирование» распространяется на сельхозтехнику 20 производителей, включая «Россельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Класс Восток», «Брянск Сельмаш», «Амазон» и другие. Закончу выпуск по традиции забавной, ну или пока еще забавной новостью. На следующей неделе нам предстоит судиться с транспортной прокуратурой, которая хочет внести наш сайт agrobook.ru в реестр сайтов, запрещенных в Российской Федерации. Обычно в этот реестр попадают порталы, призывающие к межнациональной розни, терроризму, насильственному свержению власти. Но мы можем попасть туда совсем по иной причине. В 2013 году один из пользователей нашего сайта в разделе «Объявления» опубликовал предложение о продаже пекинской капусты из Польши. И в этом, в принципе, не было бы ничего криминального, если бы в 2014 году Россия не объявила странам Евросоюза и другим странам санкции. С тех пор продажа овощей из Европы, как и объявления о них, стали вне закона. «Общественная опасность деяния состоит в том, что продажа на территории РФ овощей, страной происхождения которых является Польша, создает угрозу интересам и безопасности Российской Федерации», – написала прокуратура в исковом заявлении. «Сведения, размещенные на интернет-сайте agrobook.ru, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможностей и допустимости приобретения капусты пекинской происхождения Польши», – пишет прокуратура. Поэтому теперь в целях защиты конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов граждан Российской Федерации ведомство считает необходимым заблокировать наш сайт. Мы, конечно, надеемся на благополучный для нас исход дела, но все равно призываем вас подписываться на наш канал, хотя и надеемся, что он не станет единственным нашим шансом поддерживать с вами связь. На этом все. Будьте здоровы, всего доброго!